Когда я пел в театре и приходил сесть на концерты, там не было условий для того, что нормально распиться, мне очень помогало, хотя я не очень любил, и для меня это был узкий звук, и «у» был узкий до тех пор, пока я коршуно встречал звук, и помогает, в отличие для меня, многие мычат за сценой, мне это ничего не дает, я пытаюсь петь тот звук, который необходим в пении. И поначалу этот звук жесткий, дерет глотку, но если ты приспособиваешься и будешь думать о том, что этот звук был проточный, это упражнение помогало очень быстро прийти в форму, не мычать, не лаять, закулить звук, и я беру те звуки, которые необходимы. Владимир Анатольевич, а почему, когда распеваемся, некоторые звуки кажутся как будто бы не слишком красивыми, иногда резкими, а потом в пении уже в произведениях мы этого не слышим? Ну а пение каждое упражнение преследует свою цель, звук «у», вот, упражнение всегда кажется глухой и плохой, и студенты боятся, как я буду петь. Надо понять технологию изучения звука, вот давай ты «у» подставляешь «у», и вдруг смотришь на звук «у», более богатый, тембранный, нежели «а», «и» тембранный, богатый, потому что, как я знаю, если я ошибаюсь, в Италии школы на «и» и на «у», потому что самые опертые звуки, самые глубокие, самые правильные. Я распелся на «а» и пойму. Были у меня резервщики, в театре я прям высоковато чуть-чуть. Менее.